всем привет итак в восьмом туре всадки я встретился с молодым шахматистом из москвы муфеем переверзивом рейтинг у него под 250 международный при этом по какой-то непонятной для меня причине таблица стоит первый разряд ну конечно кандидат мастера то есть не знаю почему ему никто не оформляет этот разряд ну и вновь защита каракан и снова ход h4 то есть тех пор как шуманов записал отличнейший ролик на эту тему абсолютно все стали играть абсолютно все молодые шахматисты стали идти именно сюда на этот раз я решил сыграть иначе то есть я был готов к ходу h4 и решил ответить ходом c5 мне очень понравилось как первом туре владимир захарцов получил отличную игру против арсения штурмана ну там такая очень боевая партия получилась вот я ну и закончилась ничего я решил на нее ориентироваться но после c3 конь c6 g4 но же 4 просто слабый ход я мог уйти слон d7 и по какой причине я не ушел для меня загадка то есть хода dc мы не боимся просто е6 сейчас пешка отыгрывается у нас мощнейший центра белая за каким-то непонятным по какой-то непонятной причине пешки аж и же вперед двинули и вообще играли только пешками вот где-то хотим пойти h5 вообще и потом кольму скажем на слон е3 h5 и теперь если же а что коня 6 и кони в 5 ферзь b6 где-то хочу сыграть а если белая вдруг пойдут h5 то можно просто разменяться и собрать пешку то есть какой-то мороз почему я так не пошел я пошел слон е4 то есть переход во французскую уже очень логично белая надвигали слишком сделали слишком много ходов пешками вот а после слона е4 f3 это уже скорее равенство следующий ход совершенно необъяснимый ну перестановка ходов конечно рано или поздно белая заставят черных взять cd но конечно стартовать надо схода е6 потому что белый бить dc вообще не выгодно то есть зачем я снял напряжение загадка е6 и сильный ход король f2 то есть черная даже пешку не выиграли хотя в принципе можно было вместо е6 дать шах но бить на а2 нельзя да стоп 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 потому что слон d2 до слон d2 и как-то черный ферзь не выбрался угрожает слон c3 и ладья а1 прикольно хорошо что я это что я ход ферзь опять даже считать не стал не факт что я заметил бы потерю ферзя е6 король f2 но король f2 интересный ход ушли от ферзь а5 на ферзь а5 как мы знаем не грозило поэтому может быть белым стоило сыграть h5 и эта позиция с двумя слонами и центром мне кажется должны быть лучшие шансы у белых то есть есть нигде тут разверну слон d7 конечно надо было уходить вот после короля f2 h5 g5 конь е7 я хочу пойти конь f5 не пусти слона на е3 но ход слон h3 конечно коня на f5 белое не пустили но теперь слон на h3 до конца партии будет влачить жалкое существование g6 движок говорит что сначала надо было все-таки пойти а5 и у черных достаточно прилично лучше а5 у меня была такая мысль но очень не хотелось ослаблять пункт b5 я пошел конь c8 то есть другая линия у движка g6 слон g7 2 0 и потом начать игру на ферзь его фланг да видимо так и надо было пойти ой двоечник роман юрьевич всю жизнь учусь играть защиту каракан и никак не могу научиться же 6 конь е2 слон g7 спрятали короля на g8 там до него вообще не добраться и начали двигаться на ферзи он то есть белое совсем без игры слон потом c8 вернется да ну перевес очень приличный получили черная одну конь c8 это горе от ума конь е2 же 6 новые здесь я начал ощущать что у противника не хватает опыта вообще то есть по идее белым надо протолкнуть f4 f5 и если черные возьмут gf то докапываться до пешки h5 а если ефтода пешки d5 коня на f4 поставить может быть еще и 6 удался провести то есть f4 мне кажется ход просто ну стоящий пешка так за всю партию туда и не встала слон е3 по моему это просто потеря времени я выскочил слона а3 они конь b6 пока что вызвал b3 и выскочил слоном на а3 мне кажется это правильно хотя железка говоришь надо было на быть нет уже все она согласна с решением слона 3 при случае хочу ладья c8 конь b4 но уход слон c1 я вообще не понял и тут же накосячил я пошел ферзь е7 а движок горишь надо было просто взять на c1 на ферзь бьется один так вернуться назад поставить ферзя на большие чтоб он давил на d4 пешку на а5 коня на е7 и вот это столбик ну я понимал что размен чернопольных мне выгоден но конечно хотелось слона активизировать и не хотелось рокировать в короткую ну чтобы нигде не попасть под f4 f5 чтобы не попасть под слон бьет е6 я сделал длинную и у белых появилась встречная игра при случае они могут рассчитывать на какую-то на какое-то развитие инициативу на ферзевом фланге конь c3 но вот здесь я наконец-то взял на c1 и пошел шаблонно ферзь b4 движок горит ладья c8 не обращать внимание на идею конь b5 конь d6 мы там конец с c8 просто смахнем и из-за слона f1 у белых будет тяжелейшая позиция ладья d7 или ладья c8 я пошел ферзь b4 ну и сейчас страшно не хотелось допускать хода конь b5 хотя движок смеется говорит ладья c8 ладья c8 если конь b5 то просто а6 и ладья c7 и сейчас нет защиты у белых от конь c8 конь d6 разменивается и у черных ну очень такой стойкий перевес в эншпиле примерно в пешку вот у меня были другие идеи я не хотел пускать коня на b5 впрочем движок это тоже одобряет конь b1 ладья c8 а3 и здесь я заманил заманил молодого шахматиста конечно надо играть ферзь е7 потом коня 7 вести коня может быть на b5 пытаться разменять ладьи и из-за слона h3 конечно у черных эта позиция лучше а я придумал ход ферзь b5 и понятно что если просто допустить размен ферзей да вроде как уходить ферзем от размена невыгодно тут конь е7 конь c3 не пойдешь висит на b3 при случае конь готов прыгать на f5 а на деле мы хотим коня b6 как-то активизировать вплоть до того что коня 8 конь c7 и при случае на b5 есть мысли связанные где-то до коня 8 ферзь b6 конь c7 конь b5 какие-то такие размен пушек должен быть выгоден черным в общем примерно минус единичку оценивает движок вот а я мой противник сериал ферзь бьет b5 и здесь стоит железка нули но на б нужно найти сильный ход сильный ход конь c3 я на конь c3 собирался по моему играть b4 конь b5 и по моему бы ну правда после ладья 1 вот железка говорит что это полное равенство коня 7 конь d6 ладья c2 ну ну или ладья c7 если ладья 3 так говорит что выиграть практически невозможно черными слишком слишком все заперто на королевском и сложно прорваться через коня d6 на ферзи ну ну ли дает то есть конь d61 в поле не воин но вместо конь c3 белые сделали самый соблазнительный ход ладья c5 идея в том что если теперь черные пойдут б4 то после а б они не могут бить на б4 из такой неприятные вилки и мы проиграли вот а если здесь куда-то отойти ну ладья сбежала ну кстати есть еще интересный ход ладья бьет d5 потом слон бьет d7 но можно и просто сбежать и на конь бьет b4 ну как-то конь c3 например потом слон f1 и конь идет на b5 то есть белые перевеса конечно не получают им очень сложно прорваться но равенство держат более чем уверенно вот ну и здесь я придумал ход конь d7 мне это очень понравилось что мы отдаем пешку белым стоило отказаться конечно пойти ладья c1 и после b4 а б конь b4 ну чуть похуже у белых но сейчас конь а5 отправиться на b5 сразу коня 3 или после размена или может быть конь c3 потом слон f1 вот это все равная позиция но противник конечно сделал самый заманчивый ход ладья бьет b5 и здесь был конечно у меня ход конь а7 я его не сделал из-за ладья d5 еды слон d7 ладья c2 но лучше конечно у черных качество лишнее но с другой стороны все время надо считаться с е6 с движением пешки f слон на d7 красавец конь b1 не такой красавец и структурка у белых пока неважно то есть черное конечно проиграть наверное не сильно рискуют чуть поприятней но может быть может быть рискуют мне больше понравился ход конь е7 вот конь е7 но пытаюсь не дать коню войти в игру и неожиданно арестовал ладью b5 вот у нее 4 хода b4 а4 опять вот в клетку ладью поймал я хочу сыграть ладья c2 ладья c8 а4 было ладья c2 а5 ну и просто ладья c8 то есть если а6 то проще всего наверное b6 с идеей уже конь c6 король a7 король бьет a6 например одна из идей и другая идея король c7 ладья a8 ладья бьет a6 взять ладьей и залезть на а2 а после ладья b4 здесь был конечно ход ладья a2 а я сразу сыграл ладья b2 и видимо ошибся это не попадает да надо было сначала пойти ладья а2 загнать на ладью на а4 только теперь поставить ее на b2 очень красиво то есть пешка отыгрывается уже в любом случае еще и на d4 там слабостью белок в общем эта позиция хоть у черных и нет пешки но у них большой перевес я пошел сразу ладья b2 и конечно белым надо было играть а6 если b6 то конь a3 я думал что конь c6 очень сильно на конь c6 вообще ладья c1 есть и понял конь b4 a7 король a7 ладья c8 король b7 ладья d8 король c7 ладья e8 и конь идет на d6 и пешки f7 e6 начинают отсыпаться а чужие должен был делать на а6 может быть ладья c7 еще ничью делает до ладья c7 коня 3 конь c6 и тоже ладья c1 есть ход но там правда ответным ладья а2 черные похоже получают шансы на уравнение очень опасно было да смотрите вместо ладья а2 пошел ладья b2 и мог быть перевертыш но тимофей пошел коня 3 и после конца 6 попытался быстро сыграть ладья b5 но задумался и обнаружил что ладья b5 после ладья а2 конь b1 можно хотя бы на опять взять а можно пойти конь е7 с идеей влезть ладью в обжорный ряд и это уже минус 2 у белых то есть обе ладьи черных активны а у белых не не работает слон конь ладья на b5 заблудилась и коня с b1 очень сложно активизировать но ладья d3 ладья c1 там еще угрозы по первому по первому второму ряду начинают возникать вот но в общем тимофей после долгих раздумий увел ладью на а4 но здесь уже проще съел на b3 белым надо делать какой-то ход напрашивается слон f1 его тимофей не сделал тут конь е7 и конь лезет на f5 схода слон d3 нет из-за ладья c3 ну сейчас ладья лезет на третий ряд конь попадает на f5 белым просто плохо но выбранное тимофеем решение ладья b1 не лучше движок говорит что мне надо было взять на b1 и пойти b5 вот это красотень я сыграл пошел по более заманчивым пути но как вот такую красоту можно отыскать b5 висит ладья а б конь b6 и куда бы ладья не ушла скажем ладно ладья а6 еще король b7 конь бьет d4 конь на b1 заблудился да сейчас конь d7 хотим пойти напасть на e5 вызвать f4 и там уже по белым полям но оценка минус три с половиной то есть черных совершенно выиграна но я не заметил хода b5 я сделал более заманчивый ход конь бьет d4 дело в том что на ладья бьет d4 последует ладья бьет а3 и сейчас еще пешка а отвалится то есть у черных просто две здоровые лишние пешки еще и на e5 висит скажем на ладья f4 конь бьет e5 ну ну и после ладья b3 конь b3 партия не затянулась а6 огромное количество выигрывающих ходов я решил сыграть понадежнее конь к b3 чтоб он не зевнулся поближе к королю так говорит ладья c7 и нет хода ладья а8 из-за король бьет бассейн ну нет я я сыграл проще взял конем на b7 пешкой e5 висит и вот здесь еще один ход который мне очень сильно понравился ладья c1 его восклицательный знак восклицательным знаком отмечу ухо тут слона h3 вообще нет никаких перспектив он полностью ограничен пешечной цепью черных конь b5 да и дальше ладья h1 забрали на e5 ладья g1 шах король не может идти под вилку если мы съедим на b4 две лишние пешки реализуются автоматически надо ходить слон g2 и здесь я не поднял ход король c8 странно почему непонятно король c8 если ладья а4 это конь c6 то есть просто собрать фигуры в кучу не пустить коня на d6 ничего не подставить еще был хороший ход конь c6 побежал вперед цикнотная болезнь дальше побежал вперед и в этой позиции такой е1 такой е1 я видел мне не понравилось ладно кто заход е5 мне нравится больше мы хотим пойти конь f4 до конь d6 конь f4 висит слон на g2 ладья c2 конь d3 король h2 неожиданно это первая линия то есть я думал что я выпустил львиную долю перевеса на самом деле нет конь h8 хода у белых нету из-за кони в 4 шах и я пошел король d7 коня нужно ввести на f6 король е6 конь g8 движок говорит что выиграно как угодно но и что я реализовывал ужасно то есть он бы проводил пешку d короля отправил бы куда-то в район поля c3 а конем c4 все придерживал я пошел конь c5 с угрозой конь d7 поймать лошадь все-таки конь f6 и теперь е4 то есть если фе такой бьет е4 коня выгнали и потом пешку д тащи а конь перебазируется на f5 и пешку h4 черт белом придется защищать королем а это значит то пешка d пройдет вот король f2 было король е5 конь g8 ну конь идет на е7 движок конечно пытается провести пешку король d4 то есть ему плевать на пешку же 6 мне конечно же нет поэтому я дал шах дал еще один шах и поставил коня на f4 после фе король е4 конь е7 любой ход выигрывает я выбрал d3 да теперь это уже первая линия и после конца 6 пошел конь g2 конь h4 дал шах на f3 и здесь мой противник сдался ну потому что на бланке закончилось место видимо второй бланк ему не хотелось портить а вот на король е2 движок говорит что взятие на g5 выпускает почти две пешки и что правильный ход это конь d4 и на король d2 h4 не совсем для меня это очевидно но тем не менее вот это это плюс 8 ну хотя до пешка же 5 никуда не уйдет до пешки же 6 белая добраться не могут и да и с крайней пешкой коль плохо борется то есть вот так конь f3 сейчас отметим что 0 1 ну в общем такая партия в дебюте я был явно не точен ну а веншпиле мой противник соблазнился выигрышем пешки и вполне защитимую но чуть худшую позицию превратил ну видимо безнадежную я реализовывал не точно надо быть объективным но в принципе защищаться там конечно было намного сложнее и поэтому в общем тимофей не разобрался все всем спасибо за внимание завтра у нас тур рано утром последние 10 утра поэтому скорее всего ролик будет уже есть умение также как и по южно-сахалинску заключительный постараюсь может быть вообще ладно все ну а может в поезде запишу всем спасибо за внимание давайте до встречи